Второе. Единство в религии. И запрет разделяться. То есть у нас основа. Единство. И то, что противоположно ему, разделение. А как нам объединяться? Объединимся на том, на чем объединились пророк, салалулах алейхи вассалям, и его сподвижники, да будет доволен имя Аллах. Есть версия хадиса, что это то, на чем сегодня я и мои сподвижники. Объединимся вокруг одного Господа, причисленного свыше. Одного пророка, салалулах алейхи вассалям. Вокруг одного шариата, одной киблы, намазов. Так вот. Сейчас имам, когда совершает намаз, говорит... В основе говорится абуд. То есть тебе я поклоняюсь. Так говорится в основе. Почему, говорится тебе, мы поклоняемся? Да, это Куран. И никто не сомневается в аяте. Почему здесь в аяте множественное число? Это для того, чтобы мы объединялись, как будто бы ты говоришь, о мой Господь. Объединимся же в поклонении тебе и не будем разделяться. И имам в тот момент, когда проводит молитвы с людьми, говорит, только тебе мы поклоняемся. Объединимся же на поклонение тебе в этих намазах. Пятикратно, днем и ночью, в пятницу, на праздниках. И собираются люди со всех краев во время хаджа. Следовательно, нам необходимо объединиться на том, на чем был пророк, слава Аллаху, алейхи вассалям, и его сподвижники, довольные на имя Аллах. И не будем разделяться. Разделение в религии является порицаемым. Разделились иудеи, разделились христиане, так же разделятся, и это общение. И это как оповещение, так и предостережение от пророка, слава Аллаху, алейхи вассалям. Следовательно, мы должны объединяться. Тот, кто противоречит Ахли Сунна, прошу Аллаха, благополучия и безопасности. Что нам с ним делать? Обязательно мы должны наставлять его. Обязаны увеличивать количество приверженцев Сунны, прийти к нему, сказать, бойся Аллаха, будь с нами, так не подобает. Нас должно становиться больше. Должно увеличиваться количество последователей пророка, слава Аллаху, алейхи вассалям. Ираклий спросил у Абу Суфьяна, рода Аллаху, о сподвижниках пророка, да будет доволен имя Аллах. Сказал, увеличивается ли их число? И что ответил Абу Суфьян? Да, увеличивается. Если сегодня наше количество не увеличивается, значит, у нас есть недостаток, значит, мы не следуем по пути пророка, слава Аллаху, алейхи вассалям. Обязательно наше число должно увеличиваться. И относительно этого, которое противоречит нам, посмотри на него с двух сторон. Посмотри на него с двух сторон. Первое, воздайся хвалу Аллаху за то, что он тебя облагодетельствовал. А с другой стороны, призывай его к этому. Призывай к одобряему и запрещай порицаемое. И не оставляй его на заблуждение. И у него есть права, которые нам необходимо исполнять в отношении него. Но это при условии, что ты сможешь поменять его, но не измениться сам. Но так, чтобы мы говорили о нем гыбу, то есть злословили, или же распространяли сплетни, передавали чьи-то слова, или обзывали, или подшучивали, то все это не имеет отношения к тому, что узаконил Аллах. При призыве отклонившихся, или же разговорах о них, мы должны следовать путем праведных предшественников. При призыве отклонившихся. Как нам разговаривать с ними? Как нам призывать их? Кто тот, кто должен призывать их так, чтобы они изменились? Он повлиял на них, а они не повлияли на него. И, следовательно, мы должны объединяться. И каждое общество, возьми за право, каждое общество, которое ты внешне видишь, что они не на том, на чем был Пророк, саллаху алейкум ассаляму, то на самом деле они на расхождении разногласят.